В этом фильме мы будем пропускать по катушке переменный ток и смотреть, как ее сопротивление зависит от частоты тока. Но сначала мы измерим обычное амическое сопротивление провода катушки. Оно составляет 2,4 Ома. А теперь подадим на катушку переменное напряжение с амплитудой 2,5 В, равномерно меняя частоту этого напряжения от 0 до 1000 Гц. Мы видим, что амплитуда переменного тока, протекающего через катушку, уменьшается с ростом частоты. Поскольку ток падает, значит сопротивление катушки увеличивается, и на высоких частотах оно становится гораздо больше амического сопротивления провода катушки. Так что амическим сопротивлением во многих случаях можно просто пренебречь. В теории показывается, что индуктивное сопротивление катушки рассчитывается по формуле XL равно 2PFL, и оно прямо пропорционально частоте переменного тока и индуктивности катушки. В чем же принципиальное отличие катушки от резистора? Возьмем резистор с сопротивлением 50 Ом. Такое же сопротивление у нашей катушки будет на частоте 3000 Гц. Подадим переменное напряжение с амплитудой 10 В и частотой 3000 Гц на резистор. Через него течет ток с амплитудой 0,2 А, причем ток и напряжение меняются в одной фазе. Запитаем этим же напряжением катушку. Через нее тоже течет ток с амплитудой 0,2 А, но теперь напряжение опережает ток на четверть периода, то есть на 90 градусов. Мы знаем, что резисторы катушка на частоте 3000 Гц имеют одинаковые сопротивления, равные 50 Ом. Что произойдет с общим сопротивлением цепи, если соединить эти два элемента последовательно? Увеличится ли оно в два раза? И уменьшится ли в два раза амплитуда тока? Мы видим, что амплитуда тока уменьшилась, но не в 2, а в 1,4 раза. А фаза, на которую напряжение опережает ток, стала примерно равна 45 градусам. Чтобы объяснить, как это происходит, нарисуем картинку для последовательных сопротивлений. Сопротивление резистора равно 50 Ом. Индуктивное сопротивление катушки на данной частоте тоже равно 50 Ом, но оно сдвигает фазу напряжения по отношению к фазе тока на 90 градусов вперед. Поэтому мы нарисуем индуктивное сопротивление катушки, опережающей мамическое сопротивление резистора на 90 градусов. А полное сопротивление цепи изображается диагональю квадрата, и его можно найти по теореме Пифагора. Оно выросло в корень из двух раз. Поэтому в корень из двух раз уменьшилась амплитуда тока. А фаза, на которую теперь входное напряжение опережает ток, равна 45 градусам. А теперь соединим последовательно резистор, катушку и конденсатор емкостью 1 микрофарад, сопротивление которого на частоте 3000 Гц также равно 50 Ом. Попробуем предсказать, что произойдет, когда мы пропустим через эту цепочку переменный ток. Индуктивное сопротивление катушки сдвигает фазу напряжения по отношению к фазе тока на 90 градусов вперед, а емкостное сопротивление конденсатора на 90 градусов назад. Получается, что индуктивное и емкостное сопротивление на этой частоте компенсируют друг друга, как будто в цепь включен только резистор. Проверим это на опыте. Действительно, амплитуда тока близка к 0,2 Ампера, и входное напряжение и ток в цепи меняются в одной фазе. И все же, почему амплитуда тока немного уменьшилась по сравнению со случаем, когда в цепь был включен только резистор? Если вы внимательно смотрели наш ролик, то вы легко ответите на этот вопрос. Свои соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!